посмотрите как безобразно ведет себя собака муж вышел из машины потому что мы поехали купить нам нужно цемент не хватает а ты себя так безобразно ведешь я включила камеру вот все покажу что не можешь понять нужно помолчать кричит без остановки на нас люди смотрят люди сидят вот-вот и просто ты меня позоришь позорище понимаешь привет друзья добро пожаловать на канал мошкевич лайф мы собрались сейчас все вместе а ну да надо сказать что мы находимся в батуми грузии на берегу черного моря живем здесь уже девятый месяц давай давай позорь меня продолжай я же уже привыкла к этому давай так перед соседями меня позоришь перед прохожими давай еще перед перед зрителями канала давай чтоб все видели да какая-то нервы к черту уже получается за стенку заехали молодые ребята пара видимо они сняли квартиру но если делали под сдачу то наверняка сэкономили на шумоизоляции а у нас медведь ну когда серёжа приходит она гавкает вот прям сильно громко гавкает вот так вот спокойно еще его она к нему она прислушивается потому что он так позиции лидера ведет мной можно вообще манипулировать только так вот легла все спокойно хорошо у нее но в принципе у нее спокойно хорошо потому что вернулся а так она дальше кричал потому что ты вышел а мы здесь остались а со мной вообще не безопасно ты понимаешь я никакая не защита для нее она меня не воспринимает когда она со мной даже гулять боится то есть мы с ней гуляем она нас трюме все время и это по ней очень хорошо читается когда мы вместе вот серёжей а если мы еще вообще всей семьей все кому она привыкла мама и вот мы куда-то едем то это для нее просто полное счастье вот короче заехали у нас соседи пара они от нас вешаются и они мужа поймали говорит а вы можете сделать так чтобы ваша собака заткнулась да ну что-то такое вот вот подобные работают на телефоне на удаленке разговаривает она гавкает в это время шумоизоляцию не сделали потому что видимо мы просто эту стену сами не делали потому что там никто не жил нам казалось что тихо с другой стороны заехали соседи мы там сразу просто в три слоя но я показывала как мы закрылись от них видимо эту стену тоже придется но у нас понимаете тогда не помещается шкаф на 60 если мы там сделали такую толстую шумоизоляцию поэтому мы думали не не делать но сейчас будет думать что надо сделать короче вот мешаем мешает миша и хочу сказать что она не гавкает круглосуточно она гавкает в нескольких случаях то есть когда серёжа и илья приходим домой они но это пару раз в день до происходит я куда-то схожу выйду приду она гавкает серёжа вечером приходит тоже по нужде либо ей нужно в туалет она говорит гавка веди меня мы идем или она кушать хочет она тоже было и я сразу выполняю стараясь выполнять а и после еды она требует десерт причем она его просто требует недавно друзьям рассказывали как у нас собака требует десерт серёжа спрашивает ребята а у вас собака получает десерт после еды а у нас понимаете получает мы так приучили мама наша мама великодушная приучила всякими десерт это что-то такое да бананчик или кусочек булочки или кусочек чего-то такого вкусненького запрещенки какой-то от того что ей так вот никогда не дадут но вот это вот запрещенка перешла на каждый день после основного приема пищи ей нужно обязательно что-то вот такое душу подсластить и она уже поняла что ей на постоянной основе это дают и все она покушала она начинает кричать требовать и когда ты ей не даешь но сидишь занимаемся своими делами гришниша замолчала все отошла все покушали сейчас все дойдет она будет гавкать кричать и требовать у мне сейчас положено десерт а компот так что да вот в этих случаях она гавкает а так ночью она спит спокойно вот никого не беспокоит утром тоже до обеда может спать так что ну как раз в рабочее время да может погапнуть более здесь вообще вот звукоизоляция плохая в грузии потому что стены тонкие это мы привыкли в россии что у нас холодные там города и все-таки строительство особенно в последнее время вот мы жили доме в путилку у нас был комплекс там стены были вот такие полметра просто стена вот но это конечно дорогое элитное жилье можно сказать бизнес класса считает у нас в общем два дня назад начал кричать котик ну час кричит другой третий я пошла потому что я не могу и думаю что такое случится где этот кот кричит давайте его спасем покормим не знаю пристроим нигде не могу найти и на стройку заглядываю и везде потом мне охране говорит он между домами где-то там и он говорит подходит и он может вылезти он не за не закрыт я думаю наверно какая-то кошка потерялась и боится просто зажалось куда-то там в это думаю может надо какие-то группы дать объявления здесь оказывается ничего нет никуда не если вы знаете куда можно в таких случаях позвонить и чтобы животному помогли ну и понимаете я не могла кого-то вызывать потому что я не была на сто процентов уверена что этот код там просто вот какие-то звуки видимо когда у него силы есть он кричит я вроде там но когда я уже подхожу в то место уже крика этого нет понимаете и так было просто два дня вчера опять и сегодня уже не кричит я думаю либо он сдох это я надеюсь что не так вот но реакция грузии меня конечно поражала я по улице мечусь гурну вы же слышали вот котенок кричал давайте спасем что где они ой дорогая успокойся все в порядке кошки живучие найдет дорогу я понимаю что это не все но просто вот на у нас вот так вот вот я тоже уже думала звонить там и тому кто за дом у нас смотрит как раз выходные были ну что я скажу я даже не понимаю где он кричит то есть мы не можем понять я думал то ли он на дереве где-то застрял то ли еще где-то вот такая вот ситуация произошла и не знаю сегодня нет мне кажется крови обливается и даже хотелось если где-то я понимала что где-то он закрыт я бы и там еду дала может куда-то залез в дом какие-то щели какие-то коммуникации не мог вылезть а это а вот эта гавка не знаете почему она у нее расшатанная нервная система из-за чего из-за того что мы ее не берем она очень сильно в пути прям называю вещь своими именами и бьет мозги и мы ее по большому счету никуда не берем с собой и тут она очень долго хоть и она хочет всегда идти с нами и она очень хотела днем давай запаркуемся и не против и она очень хотела конечно же с нами но она понимала что мы ее не возьмем и вдруг мы ее берем и у нее такой ажиотаж она скакала как конь ноги задние но он это я не остановила хвост крючком она скачет всех соседей там порадовала выходила из дома очень весело и вот это у нее продолжается сейчас вот мы видите куда-то едем куда-то идем но она продолжает так себя вести интересно приехали запарковались сейчас пойдем оккультуриваться еще так прям противно-противно высоко-высоко миша заткнись пожалуйста ну пойдем сейчас лапу дашь дай лапу миша лапу дай вон сережу дай лапу лапу дай даешь лапу то иначе никуда ты не пойдешь дай лапу лапу дай вот молодец вот молодец лапу дала друзья хотите посмотреть какое здесь мороженое какой ассортимент мороженого смотрите я уже сразу вижу российские названия да рожок от бартина вот например 440 вот такое ой вот такой бы я съела прикольно шоколад ненькая да за 330 вот это уже грузинский стеллаж грузинское мороженое вот кстати вот такие вот пробовала но состав плохой я посмотрела что много там пальмовое масло это турецкое а нет это грузинское мороженое но в турецком во всем прям пальмовое масло одно только есть творожное она хорошая вот такой прикольный кстати на палочке и все оно дешевле, дешевле, чем привозное. Полар. Лар 70. Вот это неплохое тоже. Три лара. А вот уж наша коровка. Шесть. Ух! Так, ладно, мои ушли. Я побежала. Че? Идем на прогулку. Нас ждут великие дела. Посмотрите, какой красивый Батуми. Мы еще так далеко запарковались. Вот зря, наверное. Потому что у нас медведь. Это самое. У нее что-то в последнее время с лапками. С задними. Тяжело уже. Старенькая. 10 лет собаки. Так, видите, пропускают. Ух ты ж. Надеюсь. Жаждет общения. Вот мы перешли в парк. Смотрите, какая красота. Майя, це ж Муями. Красная будочка для фотографий. Кстати, отличная фотография получается. Я как-то фотографировалась. Сейчас не фотографируюсь. Толстая сильно. Не хочу себя запечатлевать в таком состоянии. В жаробасовском. Так. Что там? Новые друзья появляются? Не шутки. Костики понюхать. Вот она у нас такая не особо коммуникабельная. В плане того, что она очень спокойно и ровно ко всем относится. То ли это с возрастом так случилось. Не, но то, что она добрая была ко всем, это всегда было. Она не кошку не обидит, не птичку. Всех любит. Понимает, что оно живое. Здесь очень красиво. Это мы подходим к птичнику. Для тех, кто не знает, кто не живет в Батуми. Вот по всему этому периметру в парке перед морем. То есть дальше идет море. Набережная, потом сквер. И потом вот здесь, на всей вот этой территории птичник. Там птицы разных калибров. Ой, ну вы посмотрите. И такие пальмочки, и сяки, и такое деревце, и другое. Замечательно. И вот здесь, смотрите, в парковщике. Якобы парковка платная. Но на самом деле, ребят, парковка бесплатная, как нам сказали. А просто люди надели вот такие жилетики, пенсионеры якобы, и так себе прирабатывают. Они паркуют, и им нужно хаотично дать какую-то денежку. Кукурузка. Вот, кстати, мы пришли к этому птичнику. Пойдем обходить с той стороны. Что я там говорила? А, про парковку. И муж дает деньги только в том случае, если человек подходит, его запарковывает, и потом, когда мы отъезжаем, он говорит, давай-давай-давай, выезжай. Вот, пожалуйста. Ну, как бы для удобства. Хоть у нас есть паркомат этот в машине установлен. Ну, просто мы так понимаем. И, соответственно, он дает какие-то деньги. А когда этого не происходит, то есть чувак там соседнюю машину запарковывал и выпарковывал, и потом подошел к нам за деньгами. Муж не дает. И они так ругаются, знаете ли, типа, в смысле, парковка платная. Он говорит, давай, покажи, где она платная. Вот. Ой, смотрите, как там лебедь плещется. Не видно. Ой, красавчик. Смотрите, огромный какой. М-м-м. Мои уфуровали. Ну, ладно, мы их догоним. Такая парочка. Ой, вы посмотрите, там пеликанчик крылышки расправил. Класс. Ну, здесь можно надолго зависнуть. Интересное место, а главное, абсолютно бесплатное. Смотрите, сквер такой. Там дальше, видите, теннисные столы. Люди таким образом проводят время. Интересно. А вот дальше мы проходим птичник. Мне кажется, с детками вообще интересно. Здесь, кстати, в парке 6 мая можно также прийти, там обезьяны есть в клетках. Вот за ними наблюдать потеха. они такие смешные. Вот. Да-да, сейчас. Здесь, знаете, такая непривычная температура. Вроде смотришь на градусник, там 20 градусов. А вот на улице, знаете, состояние такое, как будто ты такой, ну, не сильно, конечно, горячую баню, но все-таки в баню зашел, потому что влажность. Когда такой влажный климат, оно такое, такое тепло специфическое. Ну, мне непривычно. Я всю жизнь жила в сухом климате. Отдыхать мы ездили. Сейчас скажу, куда. Слушайте, я была в Дубае, там отдельные разговоры. Это просто сауна. Мы летом были, в июле поверлись в Дубай, представляете? О, смотрите, а тут йога. Ничего себе! Круто! Можно присоединиться? Мирно, хаотично и бесплатно. Можно узнать. Кстати, я подписана на группу в Телеграме. Так, заобщались чуть-чуть с девочкой. Она тоже блогер, снимает видео, и она ведет йогу. И у нее есть группа, как же это называется, когда ты приходишь и платишь, сколько ты посчитаешь нужным. Такой йогу тоже. Я все собиралась, собиралась пойти. А потом я как-то поняла, что я очень сильно поправилась, и что если я сейчас все это еще свое закостенелое на жир потяну... Друзья, ну и мы, конечно же, озадачены тем, как выжить в Батуми на более маленькие деньги, как сэкономить. и давно я не снимала рынки, магазины, потому что хожу на автомате, покупаю, как-то не до съемок было. Но что хочу заметить, что цены снизились значительно в летнее время на овощи, фрукты. Это основная часть нашего питания. И мы очень надеемся, что за счет этого можно будет жить более бюджетно в летние месяцы, когда идет сезон. Вот мы вечером после нашей прогулки сходили в в магазин. Мы с Серегой решили купить овощи и фруктов немножко. Что хочу сказать, все очень подешевело. Я давно не снимала рынок, давно не снимала продукты, потому что я как-то несподручна. Я быстро побегу, все куплю и как-то не снимается мне, в общем-то. Надо будет как-нибудь с собой вас взять на рынок, если мы поедем. Нигде не можем найти, знаете, такие пакетики для завтрака. Вот покупаем курицу, расчлененочку устраиваем, а упаковать ее не предоставляется возможности возможным. Господи, ждем. Вот взяли, в общем, помидоры уже по 3,50. Это там по 100 рублей, грубо говоря. Ну и остальные цены тоже приятные. Перчик уже по 4, был по 7, помидоры от 2,5 до 4, баклажаны до 3, значит, кабачки по 3, по 3,50. И фрукты тоже подешевели, черешня уже спустилась до 6, значит, персики по 5 есть, причем даже персики я покупала по 2,50, просто они мелкие, видимо, местные. Я взяла 5 килограмм персиков по 2,50, да, очень приятно, хоть они чуть-чуть кислее, чем вот эти вот крупные, но все равно за такую цену прям супер. Ты кушать-то будешь, собака-мама? А что у нас за паечка вот такая? Значит, тут у нее курочка в томатном соусе для ножки, пакетик мокрого корма и порезанный салатик по помидорчику, перчик, персичек. Она вот так вот любит. Тебе, конечно, сейчас помешаю и все это оливковым маслом еще полито. Давай огня и газу. Ну и несмотря на то, что сейчас довольно-таки бюджетно можно покупать овощи и фрукты и это основная часть нашей потребительской корзины, все равно есть еще вещи, которые нужно покупать в магазине вот собачий корм, потому что я и стала подбавлять, порекомендовал нам ветеринар подбавлять корм к натуралке, как ни странно. Всю жизнь я считала, что так делать нельзя, но собака реально стала лучше себя чувствовать. То ли ей каких-то витамин не хватало, которые там, то ли в принципе не знаю мясо, хотя вроде я всегда ей мясо и овощи давала, но что-то явно не хватало, собака болела. Сейчас здесь собака вообще супер себя чувствует, не знаю, может быть, здесь в принципе продукты другие. Ну и вот видели, что я взяла. В принципе, ничего такого. 150 лари заплатила. Ну нажать на 3, там 4,5 тысячи рублей. На 5 тысяч так неплохо закупиться. Вот это я обычно делаю помидорчик, заправляю. Ну и вы поняли, да? Дорвалась здесь. Не могла найти ни нори, ничего для роллов. А сейчас все появилось в Карфуре на Пушкинской, поэтому я набрала и все соусы, и нори разного калибра. Буду объедаться. Ну и еще хотела по поводу кур рассказать. Мы все рассуждаем, где их дешевле купить. То замороженные покупали, то гоняли на рынок. Это, наверное, самый оптимальный вариант, но не всегда туда можно доехать. И у нас как бы выбор между Назилбейк и Карфуром. Ну в Карфуре классно брать отдельные части, потому что там все разрезано. Всегда хочешь грудку бери, хочешь ножки, и как-то это удобно. Ну что касается целой курицы, если вы сами можете разделать, то там она значительно дороже. Бывают у них акции. Я как-то попадала, тоже брала по 20 с копейками лари целую курицу. Но в основном, вот вы видели, две. Одна маленькая курочка, прям цыпленок, она 20. Маленькая стоит 20 лари почти. Такой цыпленок, как наши московские курочки. А вот эта домашняя большая, 28. А тут мы зашли в Назилбе. Тут случайно вообще по другим делам. Для тех, кто не знает, это сеть супермаркетов в Батуми, Назилбе называется. Вот. И там мы часто покупаем свежие сулугуни, все гораздо дешевле, чем в других местах. В общем, там вдруг оказались свежие вот эти куры домашние. Блин, ребята, никак не могу привыкнуть просто к курицам в таком виде, просто и с головой, и лапой. Представляете, я вчера взяла их в магазине, две бедолажки. В Назилбе хорошая цена была. Вот одна курица там получилась 20 с копейками, по 7 с копейками. И это очень хорошая цена. Я их держу вот так, знаете, а они мне вот этими вот коготочками, знаете, руку так вот щекотят. Думаю, блядь. А теперь другая проблема. Отделить все это от костей, промолоть и вообще сделать какие-то заготовки. Короче, я никак не могу привыкнуть вот к этому. Просто не могу. Ой, катастрофа. Бедная птичка. И оказалось, что внутри там... Короче, там все осталось. Сердечко, желудочки, печеночка. Короче, можно паштетик сделать. Мне дверь повезло. Ух, у нее будет праздник живота. Короче, мы хотим все это промолоть, сделать там перцы, котлетки. Сейчас еще отделить ее. В общем, другая курица. Мы к такой непривыкшие городские жители. Особенно для уносквичей. Дикари никогда домашнюю курочку не видели. Я видел. Ну, Сережа, да, в детстве. Я вообще никогда. Так, в общем, что у нас получилось с двух этих кур? Значит, котлетки. Вот столько тефтельки на один суп. Поддончик голубцов, долмы. И вот такие вот огромные перцы. В общем, весь низ. Весь низ от морозилки. Это перцы. А еще то, что в курице была печенка. В общем, кожа, остовы. То, что мы не смогли пообрезать. Крылышки, кстати. Вот здесь шесть таких штучек. Это собаки. Каждый день один пакет. В общем, на неделю. Вот это наша еда будет на этой неделе. Посмотрим, как мы выживем на двух курицах. Мне кажется, вполне реально.